Дорогие зрители, здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Все супер-супер волнительно, потому что я иду к парикмахеру, как любая женщина. Я связываю поход к парикмахеру с какими-то надеждами, что я выйду супер красивая, супер обновленная. Сегодня я чуть-чуть, чуть-чуть, наверное, все-таки укорочу длину. Но самое главное, я сделаю уход. Мне просто интересно. Я думаю, что это будет последний уход в моей жизни, сделанный в парикмахерской, потому что почему-то я думаю, что ничто особенно не поменяется. То есть я пойму, что, в общем-то, уход, сколько бы он ни стоил, я думаю, что я заплачу сегодня 100 евро, посмотрим. Он, в общем-то, не способен улучшить волосы как-то-как-то. Я жутко опаздываю и, как любая женщина, повторюсь, я такая в эмоциях, в эмоциях, себя по мне видно. Светила девушку внизу и не смогла остановиться и не сфотографировать ее. Посмотрите, как классно одета. Стритстайлер, что называется, встреченный, вот прямо-таки у подъезда моего дома. Ну, что ж, увидимся в парикмахерской. Я расскажу вам, не знаю, прямо-таки из парикмахерской, а, возможно, когда выйду, уже будет темно, кстати. Возможно, завтра запишу это видео, прямо-таки вот такой интересный влог, который я сама не знаю, чем закончится. И хочу сразу сказать, дорогие зрительницы, у меня классно лежат волосы, я ничего не могу сказать, я не жалуюсь. Вчера мы были в пауды целый день, а сегодня уже четвертый день от помывки. Я могу сказать, что я совершенно точно убеждена, и скоро запишу видео, о том, что рисовая вода, поласкивание рисовой водой и последующее не смывание рисовой воды дает совершенно точно абсолютную, стопроцентную защиту от влажности. Для таких кудрявых и вьющихся волос, возможно, это спасение и сохранение укладки надолго-надолго, но об этом в другом видео, а сейчас я завожу моторчик и побежала. Только закрылась дверь за моей семьей, и на самом деле я тоже вот-вот должна спуститься на парковку, но мне нужно было записать этот кусочек, чтобы вы посмотрели на то, как выглядят мои волосы после парикмахера, как выглядят они после восстановления. Я делала восстановление по системе Джойко, это система, которая сейчас легко доступна через интернет, вы можете ее заказать, 4 шага и, соответственно, делать дома самостоятельно. Будет эффект восстановления, либо не будет эффект восстановления, будет видно, ну, наверное, в течение месяца. Я обязательно запишу отдельное видео, поделюсь с вами своими впечатлениями, поделюсь с вами своим впечатлением о составе, о Джойко, но могу сразу сказать, что ЧТО ВЕРТ и, точнее нет, третий степ содержит, потому что прежде чем пойти к мастеру, я очень хорошо поинтересовалась вопросом, что же мне будут наносить за мои денежки. Могу сказать, что третий степ, третий шаг содержит минеральное масло. Внимание, дорогие зрительницы, если вы страдаете вот такой простой проблемой, что вы моете волосы, а к концу дня уже такое ощущение, что вы не мыли их дня три как минимум, если вы моете волосы, а через два дня уже, к концу дня ощущение, что вы волосы не мыли, неделю, посмотрите на свою уходовую косметику, неважно, та косметика, которую вы смываете, либо не смываете. Если она содержит минеральное масло, mineral oil, на латинском будет называться этот компонент, то как раз-таки именно он и повинен в том, что волосы наши не просто утяжеляются, а как раз-таки имеют вид, имеют вид очень-очень грязный. Какой выход из этой ситуации? На самом деле все достаточно сложно, потому что, ну, по идее можно наносить только на эту часть, но это очень трудоемко, это нужно прямо-таки помыть голову, высушить волосы полотенцем, расчесать их, нанести исключительно на нижнюю часть, которая обычно и требует вот такого интенсивного питания. И могу сказать, что вот этот mineral oil имеет вот такое коварство, когда мы наносим, мы чувствуем волосы более плотными, сразу после помывки, сразу после укладки волосы действительно очень красивые, красивые, но мы сразу получаем минус в виде полного отсутствия объема, вот объема его просто нет. И второй минус, конечно же, заключается в том, что через какие-нибудь хорошие сутки, а возможно даже меньше у нас ощущения, и вид волос, как будто бы мы давно-давно не мыли. Поэтому с этим mineral oil будьте очень осторожны, посмотрите свою косметику, если вы страдаете такой проблемой, возможно, вы ее легко решите тем, что откажетесь от этой косметики, либо будете использовать ее, не знаю, один раз в две недели, либо будете наносить исключительно на зону, которая нуждается в питании. И проблема с этим mineral oil, на мой взгляд, заключается также в том, что когда мы нанесли, все хорошо, красиво, плотно, сразу после помывки, подчеркиваю, но если мы чувствуем, что волосы, что называется, слишком-слишком напитанные, мы помыли волосы, и все, этот mineral oil, он не накапливается на волосах, то есть у нас нет пролонгированного эффекта, получается эффект от помывки до помывки, при этом от помывки до помывки мы можем страдать, мы можем страдать вот такими тяжелыми волосами. Что я еще узнала от своего парикмахера и чем хочу поделиться? То, что мне стоит носить волосы на одну сторону перекинутые, но я думаю, что мои зрители знают, что я и сама, в общем-то, к этому часто прихожу, часто закалываю волосы вот здесь. С чем это связано? Что такая прическа мне показана, а возможно и вам? Это связано с очень простой причиной. Как правило, у нас на одной части головы волос меньше, у меня вот на этой части головы волос меньше, и, соответственно, мне нет никакого смысла здесь добиваться объема, потому что эта сторона всегда в плане объема и в плане богатства будет проигрывать вот этой стороне. Соответственно, мне нужно ее элементарно уменьшить искусственно, допустим, заколоть, либо заправить за ухом, а эту сторону за счет вот этих волос, которые я сюда перекидываю, сделать еще более богатой. Тогда моя прическа будет смотреться очень-очень хорошо. Это второй момент, о котором я хотела вам рассказать. Также третий момент, на который я обратила внимание и всегда обращаю внимание, вам советую это делать. И на видео это будет видно очень-очень хорошо. То, как мастер, мой мастер, большое ему спасибо, держит фен относительно щетки, относительно брашинга. Не важно, делайте вы сами себе брашинг, либо вы приходите в салон, последите за этим, за расположением фена относительно брашинга. Если фен располагается под углом 45 градусов примерно, а еще лучше практически вот так, то есть воздух движется по касательной, мы не пережигаем волосы себе, и мастер не пережигает нам волосы. Но, как правило, мастера, чтобы сделать брашинг супер-быстрым, супер-красивым, держат фен вот таким образом, перпендикулярно. Они не просто перегревают волосы, скорее всего, в этот момент волос сжигается. Это очень важно, чтобы ваш мастер держал вот так. Все мастера об этом знают, но, повторюсь, из-за экономии времени работы, а также, конечно же, мы понимаем, чем более горячее воздействие, в данном случае воздуха, чем оно интенсивнее, тем, соответственно, брашинг получается более красивым. Это третий момент, на который обратите внимание, но на который я много раз обращала внимание в своих каких-то видео других про волосы. Не могу не сказать, что я пришла в салон и ждала достаточно долго времени. Это, наверное, больше к тематике минимализма относится, как я часто говорю. Я не хожу по определенным местам, салонам и так далее, в том числе потому, что я всегда теряю свое драгоценное теперь время, потому что я работаю и могу за 20 минут ожидания записать видео, либо его смонтировать, даже если видео не очень сложное. Соответственно, для меня вот 20 минут ожидания на самом деле это повод, чтобы развернуться и уйти. Мне очень хотелось это сделать, потому что вот так. И хочу показать вам, какой я пришла в салон, это как раз-таки я жду, именно поэтому я и заговорила про ожидания. Я могла себя заснять, ботинки свои заснять, красочки рядом мои со мной стояли, я тоже все это могла заснять. И хочу показать вам прическу, с которой я пришла. Вы должны понимать, что там освещение не очень хорошее было. Меня посадили туда, куда посадили, и там я, в общем-то, себя и снимала. И, в общем-то, сейчас вот такая моя прическа. Мне кажется, разница минимальна. К чему я это говорю? Не для того, конечно же, чтобы оправдать свой внешний вид. Очень часто перед камерой, который, безусловно, может быть улучшен, как у любой женщины. Чем дольше мы проводим время у зеркала, тем, скорее всего, мы будем лучше выглядеть. Если мы обратимся к специалистам, то еще лучше мы будем выглядеть. Нет, это видео, в основном, в общем-то, имеет цель очень простую, что называется, и требовалось доказать. То есть, да, я сходила в салон, я потратила чуть меньше 100 евро. И я получила, например, на то же самое, что я получила. Меня подстригли, мне полечили волосы. Повторюсь, я отдельное видео сделаю про стрижку, про то, как меня стригли. Я настояла, точнее, я попросила, мастер сразу согласился, потому что на такие волосы, как у меня, на такие-то, какие-то, очень тонкие волосы. И когда, в общем-то, расчешешь, там волос-то нет, у меня стриг на сухой. Это тоже очень важно делать. Кстати, я запишу, повторюсь, отдельное видео, а вот это видео, оно же называется «По горячим следам», чтобы, если мои зрительницы, которые живут в другом городе, думают, что если бы в их городе был супермастер, тем более итальянец, мастер-итальянец, если бы, возможно, у них было больше средств, которые бы они могли потратить на свои волосы, на свою внешность, они бы выглядели лучше. Я могу вам сказать, что это некая потребительская иллюзия, совершенно точная. А можно прекрасно восстановить волосы дома, можно прекрасно восстановить волосы вообще, не покупая ничего и никаких продуктов, которые предназначены для волос. Видео про рисовую воду, которое я выпустила, точнее, которое я записала раньше, где и говорю, что скоро я пойду к парикмахеру, возможно, будет смонтировано чуть позже. Посмотрите обязательно это видео, потому что рисовая вода, она дает нам эффект защиты от влаги. Я совершенно точно это поняла и повторюсь сейчас, блейлист волос и уход за волосами пополнится несколькими видео, потому что я считаю, что в этой теме, в общем-то, во-первых, я все-таки неплохо разбираюсь, у меня есть свой опыт отращивания волос. А во-вторых, я достаточно много экспериментирую и могу этими экспериментами, прежде всего, положительными результатами с вами поделиться. Если вы мучаетесь от проблемы той, что ваши волосы реагируют на влагу, они пушатся, они не держат укладку, про рисовую воду, пожалуйста, не пропускайте ролики, потому что я на самом деле просто поражена эффектом, я всегда о нем знала. Ну, ленилась, ленилась готовить рисовую воду, ленилась ее наносить. Ну что ж, вот таким образом я выгляжу, поехала я в паду, оденусь, конечно же, многослойно, пальтишко на пальтишко, пальтишко на пуховик, сейчас посмотрю. На этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем желаю хороших причесок, хорошего настроения, классно выглядеть. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok